По статистике, свыше 99% людей, которые делают ставки, на них не зарабатывают. И в этом видео я расскажу о том, почему так происходит и какую ошибку ни в коем случае не стоит допускать тебе, чтобы твои ставки приносили тебе не убытки, а прибыль. Меня зовут Егор Белянин, в ставках я уже почти 5 лет. Подписывайтесь на канал, потому что здесь регулярно выходит полезное видео. А мы начинаем. Погнали. Друзья, и конечно же этот секрет и эта ошибка людей связаны с тем, что они... Друзья, максимально интересная тема. Потому что люди, посмотрите, люди есть люди. И они, когда у них ставки не заходят, что происходит? Человек начинает паниковать. Человек начинает просто негативить, истерить, что-то суетить. И в этом и заключается главная ловушка. Потому что когда человек находится в таком состоянии, букмекер легко может им манипулировать. Он хочет отыграться, он хочет догнаться, он хочет что-то сделать. У него уже голова не работает так, как она должна работать. Букмекера обыграть непросто. Но при этом, когда ты находишься в такой ситуации, в таком состоянии, негативном, как бы разрушительном, его обыграть просто практически невозможно. А букмекер-то понимает. И он вынуждает человека попадать в такое состояние, когда он уже себя не контролирует. И что происходит, когда человек начинает сливать? Допустим, вот у него серия, к примеру, 10 подряд поражений. Минус, минус, минус. И человек понимает, я делаю что-то не то, я делаю что-то не так. И он хочет что-то изменить. Изменить стратегию, изменить подход. Но самое главное, что если он выбрал правильное направление, то менять вообще не обязательно. Он меняет, и вся система рушится. Например, у меня, расскажу свой пример, свою историю. У меня есть закрытый клуб, в котором я публикую свои прогнозы. А также мы проводим там конкурс BetterMess. О конкурсе я расскажу чуть далее. Я вот расскажу на примере своих прогнозов. В этом месяце я поймал по своим прогнозам довольно большую серию изменить заходов. То есть, не заход, не заход, не заход. Да, и пам-пам-пам-пам-пам. И потом мне один человек пишет, что Егор, тебе нужно поменять стратегию. Ставить не на исходы, а на тоталы. Да. И после этого он вышел с канала. И я ему сказал, что вроде как я не хочу. Я ему сказал, что я не хочу менять, потому что это неправильно. Потому что, если специализируешься по исходам, то я буду долбить в исходы. Я буду долбить в исходы. До тех пор, пока это не результаты. Потому что до этого были месяцы несколько подряд. Там были результаты. Плюс 6 флотов, плюс 4 флотов, там больше. То есть, результаты были. То есть, эта стратегия приносит результаты. Если ты понял, что стратегия приносит результаты, какие-то у тебя были хорошие результаты. На какой-то дистанции определенной. То просто продолжай долбить, долбить, долбить. И может серия из них заходов поймать. Ты можешь поймать. Но раньше заходило. Значит, долби, долби, долби. И вот в тот момент я сказал, что я не буду ничего менять, я буду продолжать долбить. И после этого этот человек вышел из группы, к сожалению, вышел из нашего клуба, покинул его. И после этого, там, спустя несколько дней, я публикую прогноз на матч Фортуна Дюссельдор с Бохом, где беру форум минус один на Бохом, и Бохом выиграет со счетом 0-3. Коэффициент того события был коэффициент 6-41. И этот заход, он отыграл сразу все проигрыши, и мы даже еще вышли в небольшой плюсик. И вы понимаете, друзья, да? То есть, один заход, один заход, он тебе дает максимальный плюс. Сейчас, как месяц уже заканчивается, мы, скорее всего, в плюс, в большой выйти не успеем, просто потому что месяц уже закончился, но не суть. Было бы время, еще было бы шанс еще прямо в плюс запустим выйти, следующим заходом, к примеру, да? Но отложим это дело на следующий месяц. И в чем суть? Что ты одним заходом отбиваешь все. И фишка в том, что победитель получает все, а проигравший не получает ничего. Вот тот человек, к сожалению, вышел, и он не получил этого захода. А мы получили. Бам! И все. И ты максимально все сразу же отбиваешь. И в этом прикол, в этом вся фишка, что нужно уметь терпеть, уметь ждать. И вот, как это, все же эти книги, все читали мотивационно, да? Что ты должен, что как там это, от неудачи к неудачи, от поражения к поражению. Ты должен это понимать. И в чем еще, что еще очень важно, что зачастую люди как, поражение это плохо, победа это хорошо, проигрыш плохо, выигрыш хорошо. И когда человек выиграет, он чувствует себя все, я король, я просто гений ставок, я гуру, я все знаю. Зачастую как происходит. Но это не так. И нужно воспринимать и к проигрышам, и к выигрышам относиться более спокойно. Да, ты выиграл. Ты красавчик. Ты молодец. Но не значит, что ты просто хакнул мир. Это не значит. Это значит, что ты просто молодец. Ты разгадал матч. Окей, поблагодари себя, купи себе что-то хорошенькое, вкусненькое, порадуй себя. И все. И продолжай работать. Когда ты проиграл, не надо себя там просто, что мир нет. Ты проиграл, ты сделал неправильную ставку, либо ты сделал правильную, но она была математически выгодной на дистанции, она зайдет потом. Все. Не зашло, проехали, забудь. Относись к проигрышам и выигрышам в равной степени. Что-то одинаково, не хорошо, не плохо. Ну, как бы, допустим, даже хорошо. Это одинаково. То есть проигрыш, выигрыш, как бы, у них нет, что это плохое, это хорошее. Оно одинаково. Это часть того. Не может быть сервис 25 подряд выигрыша с кфм5. За какой-то там будет минус. И это нормально. И ты должен это понять. И проигрыши, это часть выигрыша. А выигрыши, это часть проигрыша. Выиграв сегодня, ты приближаешь завтрашний проигрыш. Проиграв завтра, ты приближаешь послезавтрашний выигрыш. И в чем фишка? Фишка, что если у тебя правильная стратегия, то тебе в принципе не важно. Проигрыш, выигрыш, вообще плевать. Если у тебя изначально правильно выбранный вектор, ты его чисто придерживаешься и получаешь свои результаты. Вот, например, у моего закрытого клуба можно было в этом убедиться, что даже после серии из них заходов один заход отбивает все. Победитель получает все. Один заход делает разницу и отбивает много. Потому что один заход там пять подряд может отбить. Пять подряд. То есть ты можешь пять ошибок допустить. Но сегодня мы говорим не о том, что выгодно ставить на высокий коэффициент. Это не тема сегодняшнего видео, да, друзья? Но сам факт. И хорошо, друзья, это был мой пример. А я вам приведу сейчас еще один пример. Пример участника моего закрытого клуба, которого зовут Илья. Это член моего закрытого клуба. Он участвует в конкурсе BetterMessage, как и другие участники. Что такое конкурс BetterMessage? BetterMessage это когда люди публикуют свои прогнозы каждый день. Не каждый, как бы, как кто хочет, да? И люди публикуют свои прогнозы, им выявляем лучшего прогнозиста. И тот, кто выигрывает, получает хорошие денежные призы, друзья. Кстати, инфа интересная, кто хочет поучаствовать, друзья, ссылочка будет в описании. Можно неплохо заработать, если вступите в закрытый клуб и займете хорошее призовое место. А призовое место это с первой по третьей. Ну, либо там с первой по вторую, в зависимости от того, сколько участников. Но сейчас не об этом, друзья. Так вот, этот был человек Илья, и он у меня уже в клубе на протяжении, там, буквально трех месяцев. И что происходит? Он стабильно следует своей стратегии. У него есть стратегии, там, он двойники, тройники, там, у него определенная методика. И он следует, следует. И в этом месяце начался месяц для него максимально неудачно. И к 18 мая что было? Он был в минус 12 флетов. Или к 16, или к 18. Короче, прям бы уже, блин, 18 мая буквально было. Минус 12 флетов у него было. Он был на последнем месте в турнире на таблице. Минус 12 флетов, блин, ну, нереально отыграть, да? То есть, у него это был минус 5, он раз за ход отыграл все. У него было минус 12. Но он продолжал, продолжал строго, системно, без каких-либо вот бам-бам-бам. Все, и что произошло? И потом у него зашли два экспресса. И суммарно дали плюс 17 флетов прибыли. Друзья, понимаете, плюс 17 флетов прибыли. Он максимально все отбил. И сейчас, на данный момент, он идет на втором месте в турнире на таблице. И имеет все шансы занять призовое место и забрать свой заслуженный денежный приз, друзья. Человек, который ушел на последнем месте, он что мог сказать? Он мог сказать, что все фигня, это не работает, ухожу из клуба. И ушел. Но что произошло? Он бы не отыграл свои деньги и он бы не заработал. В итоге он сейчас их все отбил, которые проиграл. И, скорее всего, сейчас, на данный момент, он займет призовое место и получит свой денежный приз, друзья. Вот и вся логика. И в чем еще фишка, друзья, что вот у него очень часто не заходили экспрессы, совсем, блин, по чуть-чуть. То есть, допустим, вот вы сейчас на экране, я приложу скрины, вот его ставок. Он не разрешил их использовать в видео. Кстати, Илья, передаю привет. Надеюсь, смотришь это видео. Прям очень рад присутствию в клубе. Рад, что мы вместе работаем, часто общаемся, друзья. Очень хороший человек. Друзья, кто тоже хочет в клуб, к нам в команду, друзья, переходите. Ссылочка будет в описании. Так вот, у этого человека очень часто не заходили буквально по одному событию. Одно событие не зайдет. И это же максимально обидно, друзья. И это еще тебя побуждает сдать и сказать, блин, все фигня, мне не везет. Я не везучий, да? Одно событие, одно событие, одно событие. Но нужно было продолжать. И Илья продолжал. И потом у него случились заходы. И причем, что интересно, у него были заходы. И один день там был КФ-8 зашел, да? И для Папанов это просто немыслимый коэффициент. Но для этого человека это коэффициент обычный. И вот он потом мне записал голосовой, в котором он сказал, что как бы обычный заход. Обычный коэффициент. И это ничего там странного нету, да? Ну, я так, грубо говоря. Но это не прям супер шедевр, конечно, да? Бывает и побольше КФ и заходит у людей. В целом, наверное, да, нормально для Папанов. Так это вообще, наверное, невероятное что-то для меня, как бы, да? Я понимаю, что это, ну, ничего особенного, грубо говоря, так. Да и ставки, сам видишь, я как бы там по 500 рублей сейчас ставлю вообще в полфлета. Последнее время. Ну, так, пробую, нахожу свое. Ну, к чему-то, так сказать, пристраиваюсь. Нахожу что-то удобное для себя. То есть, в этом фишка, что ты работаешь по системе. Для тебя заход КФ-8 это обычное дело. Ты там не скатишь, с крыш домов не прыгаешь. И что потом улететь, блин, не пойти куда, понимаете? То есть, строго, системно, друзья. Спокойно, хладнокровно работаешь по своей стратегии и получаешь заслуженный результат. И, друзья, это гарантированно приносит свои плоды. Вот для Ильи это плюс 17 летов, там, экспресс КФ-12, и еще с экспрессским тоже большим коэффициентом. Два экспресса за день, там, по-моему, 12 и КФ-7 был. Два экспресса за день, просто в раз, бам, и они отыгрывают все. Победитель получает все. Есть очень хорошая книга, которая может вам помочь прокачать себя в этом моменте. Называется она «Думай и богатей». Максимально классная книга Наполеон Хилл. Она вам просто поможет прокачаться в этом направлении. И еще очень хорошая книга, называется она «Ответ». Авторы Алана Барбара Пис. Две очень крутые книги, которые вот конкретно в этом направлении, того, как нужно терпеть, не сдаваться и продолжать долбить и идти к своей цели, очень помогут, если не читали, друзья, очень крутые книги. Мне очень зашли, их читал уже не один раз. Прям, ну, короче, крутые книги, друзья, всем рекомендую. И какой мы вывод можем сделать после этого в видео? Что мы делаем вывод? Начни обыгрывать букмекера. Что тебе нужно для этого сделать? Что нужно сделать? Какую ошибку люди допускают? Они что-то делают, они выбрали вектор. И, допустим, он правильно, он правильную стратегию выбрал, к примеру, да? Что уже круто. Но у него пошла серия из поражений, допустим, что бывает у каждого. И после этого он сливается. Либо, допустим, у него там экспресс он делает, у него по одному событию не заходит. И он сливается. Он бросает. Он уходит раньше времени. И все, и он не получает ничего. Смысла уходить нету. Потому что, если ты зашел, то, уйдя раньше, ты как бы ничего не получишь. То есть, тут продолжая идти, ты рано или поздно получишь, если ты выбрал правильный, опять же, вектор. Конечно, ты идешь не по той дороге, это как бы тебя, наверное, заведет не понять куда. Но если ты выбрал правильную дорогу, если раньше это работало, приносило тебе результаты на дистанции, то, продолжая сейчас, ты рано или поздно 100% придешь. И уже смысла уходить нету. Обратной дороги нет. Ты зашел, и ты идешь обратно, возвращаться смысла нету. Туда уже дороги нет, там тебя ничего не ждет. И, друзья, подумайте об этом. Подумайте, когда вам захочется сдаться, слиться. Вспомните про меня, который заточил КФ6 после себя без поражения. Вспомните про моего подписчика и знакомого хорошего Илью, который, находясь в минусе 12 флетов, сейчас находится на втором месте в турнире таблицы, у которого зашел КФ17, грубо говоря, суммарно за один день. Вспомните про нас всех, которые сливались, которые шли вниз, которых все хейтили, от которых уходили люди из клуба, которые мне доверяли, но которые в итоге забрали свое, друзья. Подумайте об этом и сделайте выводы. Друзья, благодарю вас за просмотр этого видео. Надеюсь, что было вам полезно. Надеюсь, что вас замотивировало продолжать работать, не повторять ошибку попанов. Уметь ждать, уметь сидеть в засаде и в нужный момент выскочить и затащить, забрать свой экспресс просто, как жертву, как кошка хватает в мышь, затащить свой экспресс в нужный момент, забрать его. Забрать его с огромным коэффициентом и получить свой выигрыш, друзья. Сохраняйте это видео себе, и когда вы будете на негативе, пересмотрите его. И я хочу зарядить тебя этой энергией. Пересмотри это видео. Если сейчас пересмотришь это видео, я заряжаю тебе своей энергией. Продолжай работать, продолжай двигаться вперед. Я делю с тобой своей энергией, поэтому прими ее, принимай ее. С благодарностью я тебе ее дарю. Принимай ее и применяй, и применяй, и продолжай двигаться вперед. Несмотря ни на что, друзья. Благодарю всех за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк под этим видео. Вступайте в мой телеграм-канал. Также почитайте про закрытый клуб. Возможно, вы тоже захотите вступить в него и стать нашей командой. Но на сегодня это все. На связи был Егор Белянин. Увидимся уже совсем скоро. Это проект проставки. Всем пока.